Сегодня сэр Брайан Уркарт живет вдалеке от политических баталий и суеты Нью-Йорка, в живописной долине в горах штата Массачусетс. У него небольшая скотоводческая ферма, а на досуге легендарный сотрудник ООН, бывший заместитель генерального секретаря по политическим вопросам, разводит цветы. Он может позволить себе отдых после 40 лет, отданных объединенным нациям. Сэр Уркарт прошел всю войну офицером британской армии. Он очень хорошо знает, чем была ООН для ее основателей. В свои 88 сэр Уркарт очень хорошо помнит все имена, цифры и детали событий 60-летней давности. Большую часть своего времени он посвящает работе, пишет статьи и мемуары. Сэр Уркарт помнит еще тот момент, когда решалось, где будет располагаться ООН в Европе или Америке. Тогда советский представитель Андрей Громыко, получивший прозвище Грим-Гром, угрюмый гром за свою манеру вести переговоры, поставил в споре уверенную точку. Андрею Громыко предстоит еще 40 лет работать в высших эшелонах советской внешней политики. На тот момент он был хорошо известен в США как дипломат. Впрочем, его мнение в пользу Америки, как дома для ООН, было встречено в самих США без особого энтузиазма.